Привет, меня зовут Роман Бахтерев, я трейдер компании GoInvest. В этом видео мы разберем идеи на предстоящую торговую неделю с 1 по 5 апреля по техническому анализу. Напоминаю, со всеми стратегиями вы можете ознакомиться на нашем YouTube-канале в разделе торговой стратегии от GoInvest. Первый актив в уж, где формируется фигура продолжения тренда вверх. У нас есть импульс и четыре точки. Точка 1, точка 2, точка 3 и точка 4. Для того, чтобы получить вход, необходимо заторговаться выше часовых яма, где можно будет откупить бумагу в расчете на получение трех целей. Уровень отмены идеи или же стоп. 62-я FIBA по импульсу. Значение 308-89. Давайте также разберем цели. Первая цель – это уровень точки 1. Вторая – это ход между точками 1-2, отложенный от пробоя верхней границы. И третья – это весь импульс, отложенный от пробоя верхней границы. Также предлагаю измерить эти значения с помощью линейки. Стоп в районе 5,5%. Первый тейк – 7,2%. Второй – 16%. И третий – в районе 25%. Второй актив Яндекс, где также сформировалась коротенькая фигура – импульс и четыре точки. 1, 2, 3, 4. Уровень отмены идеи – это наклонная. 1, 3, проведенная через точку 2. Для того, чтобы зайти в актив, необходимо заторговаться выше часовых яма, где можно будет бумагу откупить в расчете на получение трех целей. Давайте их также обозначим. Первая цель – 4080. Вторая цель – 4114. И третья цель – 4300. Измерим расстояние с помощью линейки. Размер стопа – примерно 1,7%. Первый тейк – 2,1%. Второй – 2,9%. И третий – 7,6%. Фигура продолжения тренда вверх сформировалась и в акциях НМТП. Есть импульс и четыре точки. Точка 1, точка 2 – удар в 38 фибу, точка 3 и точка 4, которая чуть-чуть не добила до 38 фибы. Для того, чтобы зайти в актив, необходимо заторговаться выше часовых яма. Там можно будет актив откупить в расчете на получение трех целей. Стоп или отмена идеи – это наклонная 1,3, проведенная через точку 2. В случае ее пробоя идея будет сломана полностью. Давайте также отметим цели. Первая цель – это уровень точки 1. Вторая цель – это ход между точками 1,2, отложенный от пробоя верхней границы. И третья цель – это весь импульс, отложенный от пробоя верхней границы. Предлагаю измерить расстояние с помощью линейки. Стоп. Примерно 1,8%. Первый тейк. Также 1,8%. Второй – 5%. И третий – 10%. Интересная шартовая ситуация сформировалась в привилегированных акциях Татнефти, так называемая матрешка, где у нас помимо большой фигуры продолжения тренда вниз, сформировалась еще и маленькая фигура, которая также поддерживает это движение. Давайте разберем более крупную фигуру. Для того, чтобы зайти в актив, необходимо заторговаться ниже часовых яма, где можно будет продать бумагу. Уровень отмены идеи – 708.40, или же 62 фиба по импульсу. Также обозначим цели. Первая цель – 678.30, вторая – 647.70, и третья – 628.90. Измерим их с помощью линейки от предполагаемой точки входа. Стоп – 2,7%, первый тейк – 1,6%, вторая цель – 6% и третья – 8,8%. Следующий актив – обычная акция Татнефти, где сформировалась только короткая фигура. Импульс, 4 точки, и мы практически получили точку входа. Необходимо закрепиться ниже часовых яма, где можно будет бумагу продать. Уровень отмены идеи – 699.50, 62 фиба по импульсу. Цели. 679.10 – это первая цель, вторая – 669.90, и третья, самая дальняя – 653.80. Давайте отмерим с помощью линейки приблизительное соотношение. Стоп – 1,3%, первый тейк – 1,7%, второй – 3% и третий – 5,4%. В акциях НЛМК фигура продолжения тренда вверх еще только формируется. У нас есть импульс и три точки – 1,2,3. Для того чтобы сформировать фигуру полностью, необходимо образовать четвертую точку не ниже наклонной 1,3 проведенную через точку 2. И в случае отскоков получить закрепление выше часовых яма, где можно будет откупить актив в расчете на получение трех целей. Также эта же наклонная будет уровнем отмены идеи или же стопом. А цели разделим, как я уже сказал ранее, на три части. 223 – 58, 227 – 54 и 233 – 52. Еще одна короткая фигура формируется в акциях Северстали, где у нас есть импульс и три точки – 1,2,3. Для того чтобы фигура сформировалась полностью, необходимо получить четвертую точку не ниже наклонной 1,3 проведенной через точку 2. Затем получить отскок и закрепление выше часовых яма, где можно будет откупить актив в расчете на получение трех целей. Наклонная также будет являться и уровнем отмены идеи и стопом. В свою очередь обозначим три цели. Уровень точки 1, 1,1. Ход 1,2, отложенный от пробоя верхней границы. И весь импульс, отложенный от пробоя верхней границы. Лонговый паттерн формируется в акциях МТС. Есть импульс и три точки. Важно сформировать четвертую не ниже уровня 62 фибы по импульсу, после чего отскок – закрепление выше часовых яма, где можно будет актив «Покупать» в расчете на получение трех целей. Уровень 293.50, соответственно, встанет стопом или же отмена идеи. Также давайте обозначим цели. Первая – 301.05, вторая – 303.20 и третья цель – 309.40. Интересный и короткий паттерн продолжения тренда вверх формируется в акциях Озон, где есть импульс и три точки. Для того, чтобы сформировать паттерн полностью, необходимо получить четвертую точку не ниже 62 фибы по импульсу, после чего отскок и закрепление выше часовых яма, где можно будет актив «Купить» в расчете на получение трех целей. Стоп или же уровень отмены идеи – тот же самый 62 фиба – 3696.50. А цели? Первая – 3834, вторая – 3905.50 и третья – 4002. Последний актив Руснефть. Также импульс и три точки. Ждем формирования четвертой точки, не ниже наклонной 1.3, проведенной через точку 2, после чего отскок и закрепление выше часовых яма станет точкой входа и три цели, которые мы для себя выстраиваем изначально. Это уровень 199.40, вторая – 205.10 и третья – 214.10. На этом все. Подписывайтесь на канал и оставляйте ваше мнение в комментариях. А я желаю вам правильных решений на финансовых рынках и прибыльных сделок.